Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 162. Сочинение, темы на выбор, памятный день, забавный случай, интересная встреча и так далее. Прежде чем писать, определите, какую задачу вы перед собой ставите. Поделитесь своими чувствами, мыслями, сообщите об определенных фактах, нарисовать словами какую-то картину. Затем подумайте, о чем и как вы пишете, чтобы раскрыть основную мысль. Озаглавьте свое сочинение. Работая над сочинением, не забудьте обратиться к памятке на странице 193. Приблизительная схема сочинения. Опорные материалы. Где и когда произошло событие, кто его участник? Это случилось. Этого события я никогда не забуду. Все произошло так неожиданно. Случай этот произошел со мной. Можно ли забыть такое происшествие? Таких встреч со мной раньше никогда не было. Все начиналось, как обычно. Второе. Как все происходило, в какой последовательности? С чего все началось? Как развивались события? Чем они закончились? Однажды, как-то раз, в один прекрасный день, сначала, потом или после этого, в конце концов, наконец. И третье. Что и почему осталось в памяти? Это событие, встреча, происшествие навсегда останется в моей памяти. Потому что невозможно забыть. Еще долго буду я вспоминать. Памятный день, например. Рассказать о таком дне, события которого надолго останутся в памяти. Когда произошло что-то важное, неожиданное, необычное, странное или редкое. Забавный случай – это где рассказываем о происшествии, которое запомнилось радостным настроением. Или было связано с неожиданной развязкой, веселой, шутливой или другое. Интересная встреча. Рассказать о встрече, знакомстве, беседе с интересным человеком или с людьми, с необычным животным, о наблюдении за ним или что-то другое. Памятное событие. У каждого человека в жизни бывает событие, которое надолго остается в памяти. Кто-то вспоминает многообещающую поездку к морю или же незабываемую встречу с известной личностью. Для меня же навсегда памятным моментом будет подарок моих родителей на день рождения. Я давно хотел, чтобы у меня была собака. И вот, проснувшись рано утром, в день своих именин, я увидел около кровати небольшую коробку, в которой находился маленький щенок. Я так обрадовался, что не сразу поверил. А на самом ли деле все это происходит со мной? Щенку было всего три недели. Он смотрел на меня вопросительным взглядом, спрашивая о том, кто будет его хозяином. Я взял этот мягкий пушистый комочек на руки, и он стал облизывать мое лицо. В моей голове сразу же зародилась мысль назвать его Тобиком. Когда я позвал его по имени, он с радостью отозвался. По комнате он смешно передвигался на своих беспомощных лапках и постоянно трясся. Я взял его на руки и прижал к себе, чтобы он немного согрелся и успокоился. Через некоторое время он устал и заснул. Мне так его было жаль, что я положил к себе на колени. Тобик, устроившись удобнее, уткнулся мордочкой в рубашку. Проснувшись и сладко позевывая, щенок заскулил, требуя к себе внимания. Я подумал, что он хочет кушать, и понес его на кухню, чтобы покормить. Накормив его специальным кормом и напоив его, хотел отнести в комнату. Однако щенок стал обследовать нашу кухню, обнюхивая все углы. Так прошел незабываемый день знакомства с моим питомцем. С тех пор я всегда гуляю с ним утром и вечером, кормлю и играю. Каждый день Тобик встречал меня со школы, с радостью приветствуя у входа. Я каждый день рассказывал ему свои новости и интересные истории. А Тобик, слушая меня, вилял хвостом и заглядывал в глаза, как будто сопереживал все происходящее со мной. Укладывая спать, щенок ложился рядом с моей кроватью на коврик, не желая уходить в коробку, и лежал всю ночь, как преданный охранник. Сейчас Тобик вырос и стал огромным, мохнатым псом, сопровождающим также меня повсюду и постоянно требующим к себе внимания. Но этот день, когда он появился в моем доме, стал самым незабываемым и памятным событием в моей жизни. У вас возникли вопросы? Оставляйте свои комментарии под видео. Субтитры подогнал «Симон»